Когда вы объявляли, что планируете баллотироваться в Мосгордуму, думали ли вы, что у вас возникнут такие сложности? Конечно, нет, не думал, потому что, по моей информации, они планировали допустить до выборов тех, кто честно соберет подписи. Они считали, ну, по крайней мере, как мне люди осведомленные рассказывали, они были уверены, я имею в виду власть, что никто из оппозиционеров подписи собрать не сможет. Но поскольку мы давно к этому готовились, выстраивали штабы, выстраивали команды, получилось так, что кроме оппозиционеров в Москве подписи больше никто не собирал. И в итоге получилось так, что всех, кто подписи честно собирал, не допустили, а всех остальных, кто не собирал, оказались в бюллетене. А когда вы поняли, что стать зарегистрированным кандидатом у вас не получится? Когда, например, судились в ЦИКе, чтобы доказать подлинность подписи, у вас были какие-то надежды, что суд встанет на вашу сторону? Ну, слушайте, ну, до последнего момента, конечно, ты на что-то надеешься. Когда-то я надеялся на Панфилову, потом я уже перестал на что-либо надеяться, когда оказался в спецприемнике, запертым в клетке на 36 суток. Я понимал, что все, никаких выборов больше нет, это спецоперация по захвату власти, и, в общем-то, никаких выборов в стране больше нет. Вот вы уже сказали, что пробыли в спецприемнике 36 суток. Что для вас явилось самым большим шоком? Ну, честно говоря, шок-то никакого не было. Было просто, как сказать, было удивление, насколько власти оказались глупы, что из-за какой-то Мосгордумы, то есть это такой третисортный орган в Москве, который мало на что влияет, станет главной федеральной новостью. То есть, я имею в виду недопуск кандидатов. То есть, по сути, грубо говоря, прохождение Гудкова и еще нескольких кандидатов в Московскую городскую думу создавало бы и создало бы гораздо меньше издержек для власти, чем вот то, чему свидетелями мы были в июле и в августе. То есть, когда вся страна, во-первых, мало того, что обсуждала поведение власти, недопуск кандидатов, незаконные аресты, когда на проспект Сахарова вышло больше 60 тысяч человек, где вот у меня супруга Валерия Гудкова выступала. То есть, гораздо больше издержек, потому что и даже по социологии прокремлевских фондов социологического изучения общественного мнения, по-моему, там уже две трети поддерживают протесты, две трети поддерживают независимых кандидатов. Смотрите, сейчас вот сидят другие люди, нескольких человек уже приговорили к серьезному тюремному заключению. Можно ли что-то сейчас сделать для них? И вот что вы планируете сделать для них? Ну, во-первых, один за всех и все за одного не должен быть пустым лозунгом, который люди часто выкрикивают на таких митингах, мирных митингах. Мы должны сделать все для того, чтобы освободить всех политзаключенных. Для меня это самая главная цель. Ни выборы, ни какое-то там голосование, меня это вообще не интересует, потому что никаких выборов больше нет. Московская городская дума легитимной уже никогда не станет. Поэтому мы посмотрим по итогам, во-первых, выборов, кто пройдет, выборов в кавычках. Все-таки там есть какие-то приличные кандидаты. И самое главное, чтобы тема освобождения политзаключенных или заложников, как я их называю, она была как бы номер один в политической повестке. Для этого, например, я предложил всех кандидатов от парламентских партий подписаться под этими лозунгами, под этими требованиями, то есть освобождение политзаключенных под заявлениями, где они должны осудить политические репрессии. Некоторые из них уже такие заявления сделали. Поэтому, если кто-то из них пройдет в Думу, во-первых, мы должны дальше делать все, чтобы депутатские возможности, депутатские полномочия в том числе были использованы для освобождения политзаключенных. Ну и дальнейшая вся политическая повестка оппозиции должна быть именно вот такой, правозащитной, как минимум. То есть освобождение политзаключенных, остановить репрессии, политические репрессии, которые у нас в последнее время уже превратились в какие-то похожие на сталинские тройки. То есть взяли человека, посадили на 4 года. Судья этот мерзавец, Минин, который в том числе судил меня, мне дал 30 суток, даже отказался посмотреть видео задержания Котова, где видно, что он никаких улиц не перекрывал, ничего он не делал. Мирно стоял на улице, где был задержан. Сегодня этому человеку дали 4 года. Поэтому мы не должны этого забывать, и мы должны и в дальнейшем требовать, и делать все для того, чтобы освободить всех политзаключенных. Но мы видим, что власть уже потихонечку начинает спускать что-то на тормозах. Например, понятно, что они не смогли доказать, что были какие-то массовые беспорядки, и невозможно было доказать, потому что никаких массовых беспорядков не было. То есть уже Егор Жуков и ряд других людей, кто-то под домашним арестом, кто-то уже на свободе. Вот надо всех остальных освободить. Вы готовы еще просидеть в спецприемнике, если вас поставят в такие условия, если вам придется еще раз выходить на митинги? — Слушайте, что значит готов или не готов? Это же не от меня зависит, это не я решаю. Ничего хорошего в этом нет, поверьте, но и ничего страшного в этом тоже нет. То есть в спецприемнике я, например, прочитал много книг, причем разных книг, от Агаты Кристи до каких-то серьезных, типа Слезкина «Дом правительства» или, например, замечательная книга Иноземцева «Несовременная страна». То есть много интересных мыслей у меня возникло о том вообще, что нужно делать и оппозиции дальше, и как страну реформировать. Занимался там спортом. То есть и героического в этом ничего нет, но и какого-то страшного в этом тоже нет. Поэтому попадать мне, конечно, туда совершенно не хочется, но я понимаю, что это зависит не от меня, и заниматься политикой в России стало опасным уже после убийства Бориса Немцова, и мы это все прекрасно понимаем. Поэтому, с одной стороны, я рад, что на свободе, с другой стороны, я все равно читаю вот эти все гадкие и мерзкие новости, переживаю за тех людей, кому дали реальные сроки, переживаю там и за Александра Соловьева, это вот все мои команды, которые получил еще 20 суток, до этого он 8 отсидел. Конечно, это все неприятно. Ну, не страшно. Какой ваш прогноз, когда пройдут выборы, суды станут мягче по отношению к тем, кто участвовал в митингах, или вот они продолжат выносить именно вот такие жесткие достаточно приговоры? Ну, эти жесткие приговоры, на самом деле, от трусости и слабости власти. То есть она больше не может разговаривать с обществом, кроме как на языке дубинок, полицейских дубинок, омоновских дубинок. Это значит, что никаких аргументов, никакой правды уже на стороне власти нет. Благосостояние людей будет ухудшаться и ухудшается уже на протяжении пяти лет, и дальше только хуже будет становиться. Сторонников власть теряет прямо постоянно, в том числе из-за этих московских протестов. Власть очень серьезно потеряла. Главное, что власть потеряла некое моральное такое превосходство. Если раньше еще во времена Болотной удалось с помощью пропаганды оппозиционеров выставить какими-то там агентами Госдепа, то сейчас моральная победа на стороне общества. Я не говорю оппозиции, я говорю гражданского общества, потому что никому не нравится то, что людей бьют, когда они мирно гуляют по улицам. Никому не нравится, когда за людей решают, кто будет в бюллетене, за кого можно голосовать, за кого нельзя голосовать. У нас появилось новое поколение, совершенно замечательное, прекрасное поколение, которое всю жизнь прожило во время Путина, которые не хотят ни в какой ГУЛАГ, не хотят жить в Северной Корее. Люди, которые ничего не боятся, несмотря на все эти запугивания, посмотрите, они выходят, не боятся получить свои 15 суток, не боятся, что их могут избить, во время акции задержать. Это говорит о том, что очень сложно будет путем репрессии останавливать недовольства, которые масштабируются, и эти недовольства возникают в результате совершенно неумной, такой оголтелой политики властей. Что это? Возьмем мусорные протесты. Это же реакция на строительство мусоросжигательных заводов и свалок. То есть люди выходят защищать свое здоровье. Возьмем какие-нибудь, там, Екатеринбург тот же. Люди выходят защищать парк. Сейчас люди выходят защищать свое достоинство. И этот процесс просто не остановить. И мы даже увидели, что несмотря на то, что почти все лидеры оппозиции были, кто за границей, кто в спецприемнике, все равно люди вышли. То есть это говорит о том, что обезглавить протест, ну, во-первых, не удастся, во-вторых, абсолютно бессмысленно, потому что, ну, появляются новые-новые лидеры, молодые лидеры. На место старых приходят новые. Гораздо более, наверное, даже бесстрашные, более радикальные взгляды. Поэтому достаточно сложно власти будет противостоять. Вот лично я могу сказать, что за время всяких там, во время конвоирования, когда меня там возили в суды, в спецприемник, в спецприемнике, там были разные люди. И я вообще не встречал ни одного человека, который бы как-то к нам негативно относился. Наоборот, люди с пониманием, с сочувствием. Люди, может быть, там они не в восторге от оппозиции, но они совершенно недумевают, почему власть ведет себя совершенно по-хамски в отношении общества. То есть симпатии и уже сместились. Власть очень сильно потеряла. И будет терять дальше, потому что она не в состоянии ничего обществу предложить. То есть вы считаете, что число участвовавших, число тех, кто хочет участвовать в протестах, само число протестных митингов будет расти? Несмотря на то, что сейчас вот этими посадками, возможно, произошло ли какие-нибудь запугивания людей, что люди могли испугаться выходить? Ну, это, знаете, как с водой. Вот воду вы все равно сжать никак не сможете. Да, можно временно как-то там заткнуть дыры. Но все равно рано или поздно вода найдет, так сказать, дорогу. То же самое с протестом. Протест же он не на ровном месте появляется, не потому что вот мы любители митингов и всяких шествий. Да я, честно говоря, я устал от митингов и шествий за последние 10 лет. В принципе, я законодатель, я бывший депутат Госдумы. Мне интереснее писать законы, разрабатывать какие-то реформы. Сейчас, одну секунду. Видно сейчас? Да, да. Вот. Мне гораздо интереснее было бы заниматься законодательной работой. В принципе, это мое призвание. И митинги не так уж мне интересны. Ну, просто власть никакого выбора не оставляет. Она приходит уже, политика уже приходит в дом каждому. Либо в виде административного ареста, как ко мне. В виде, например, там, мусорного полигона, мусоросжигательного завода. В виде какой-нибудь очередного там беззакония. Либо, например, посадкой за лайки, за репосты. Ну, то есть, ты можешь не интересоваться политикой, она все равно к тебе придет, и все равно ты политизируешься. И все равно ты найдешь возможность, как это возмущение выразить. Иначе просто ты не сможешь дальше в своей стране нормально жить. Поэтому власть сама плодит эти протесты. Она все делает для того, чтобы недовольность становилась все больше и больше. А раз недовольных не пускают на выборы, что тогда недовольным остается? Недовольным остается один способ выразить свое недовольство, это улица. Все, больше нет никаких вариантов. Но есть, конечно, еще более радикальные, я надеюсь, до этого не дойдет. Но, опять-таки, власть толкает людей на протест, а не наоборот. А как вы считаете, все-таки есть еще какие-то способы давления на власть, кроме вот митингов, протестов? Не считая самых радикальных, конечно. Мы не говорим про них. Ну, подождите, участие, даже попытка участия в выборах, это тоже способ давления на власть. Вот если бы мы не участвовали в выборах, вернее, не в выборах, а в подписных кампаниях, наверное, и протеста бы не было. Поэтому любое действие, не знаю, фильм, например, Юрия Дудя, про Беслан, это тоже способ участия в политике. Потому что это попытка рассказать правду миллионам-миллионам людей о том, что происходило в Беслане. Журналисты, например, делают свою работу. Тоже очень полезную. Кто-то там занимается просвещением, образовательным проектом. Это все в любом случае помогает гражданскому обществу выйти на какой-то новый уровень, к другому осмыслению ситуации. Поэтому здесь есть политический протест, есть участие в выборах, есть образовательные программы, просветительские программы. Есть, наверное, люди, которые за рубежом каким-то образом влияют через, там, я не знаю, лоббирование санкций в отношении судей, чиновников, правоохранителей, следователей, которые фабрикуют дела. То есть каждый все равно свой какой-то кирпичик, свой вклад вносит в развитие гражданского общества. Смотрите, выборы пройдут в это воскресенье уже. Какие сейчас настроения в Москве? Как думаете, явка будет высокой, низкой? Я думаю, явка не будет очень высокой, там, 25-30% максимум. Но настроения, конечно, очень сильно поменялись из-за этих протестов, потому что люди ненавидят, когда за них пытаются что-то решить, когда они навязывают. Вот вам единоросс, а вот вам такой же, только там, из другой партии. Поэтому, конечно, настроения сильно поменялись. Конечно, если будут какие-то серьезные фальсификации, то это будет новый всплеск какого-то протеста. Ну, сейчас предсказывать сложно, но очевидно, что те люди, которые власть критикуют, так же, как и те люди, которые власть поддерживают, понимают, что с этой властью никакого будущего нет. Вот что произошло. Сторонники власти разочаровались в этой же власти. Это не значит, что они теперь поддерживают оппозицию, но важно, что власть теряет свою такую электоральную базу. И причем очень как-то быстро и стремительно. Ну, вот вы уже сами сказали несколько раз в ходе нашей беседы, что вот нынешние выборы, это такие выборы в кавычках. И все говорят, что одна из форм участия в этих выборах, это не участие, чтобы не придавать им излишнюю легитимность. Как вы относитесь к такому аргументу? Ну, я считаю, что никаких выборов нет. Это спецоперации захватчиков, спецоперации по захвату власти. В Москве, на самом деле, не только в Москве, это очевидно будет спроецировано потом и на другие регионы. Причем в регионах это может проходить даже по более жесткому сценарию. Выборов нет. Но, тем не менее, есть приличные, несколько приличных кандидатов в разных округах, которых я призываю поддержать. Вот. Для чего это нужно сделать? Потому что, ну, если они получат мандаты, они нам помогут в борьбе за освобождение политзаключенных. Но это не значит, что мы признаем эту Мосгордуму легитимно. Нет, конечно. Никто уже не признает ее легитимно. Это совершенно очевидно. Просто здесь дальше уже надо решать какие-то тактические задачи. Лично я, например, проживаю на границе своего округа и округа Юли Галямина, где баллотировалась. То есть, например, я лично прописан у Юли Галямина в округе. Я для нее собирал подписи. Я ей давал свою подпись. Вся моя семья. Поэтому у меня нет кандидата. Вот. И мне точно и противно вообще появляться на избирательном участке, где с этих плакатов предвыборных на меня будут смотреть какие-то непонятные кандидаты, вот, даже не высказавшиеся в поддержку Галямина и политзаключенных. Поэтому я посылаю, так сказать, голосование к черту в этом округе. Сам я на избирательном участке. Ну, мне противно и тошно. Я не могу эту брезгливость преодолеть в себе. Но там, где, например, идет Митрохина или там Дарья Беседина, там есть смысл сходить и поучаствовать. Я ни от чего не отговариваю. Кому-то, может быть, понравится тактика там умного голосования. Кто-то испортит бюллетень. Здесь в данном случае не имеет значения, кто как и проголосует. А как вы относитесь к системе вот умного голосования? Потому что сейчас очень многие регионы хотят, чтобы вот у них появились подобные сайты, подобные программы. Я к этому отношусь осторожно. То есть, например, у нас мы совпадаем с умным голосованием по где-то там, по-моему, восьми округам. По всем остальным умное голосование поддерживает кандидаты в парламентские партии. Поэтому я выступил с предложением очень простым. Мы должны, да, пусть это идут, так сказать, не наши кандидаты, но эти кандидаты должны поддержать нашу повестку политическую. То есть мы им должны навязать. Вот если они, например, выступят в защиту заложников и против политических репрессий, если они выдавят это из себя и не побоятся, то, наверное, их поддержать можно. Если нет, я не вижу в этом никакого смысла, потому что я, например, был депутатом, когда прошла «Справедливая Россия», голосовали против партии жуликов и воров. Из 64 депутатов, ну, я там чуть ли не один остался к концу созыва, потому что двоих лишили там мандатов. Вот, то есть в оппозиции осталось несколько человек из 64. Все остальные потом не только голосовали за эти репрессивные законы, но даже были в числе авторов. Ну, как тактическое такое действие по мобилизации сторонников, может быть, и лишним не будет. Поэтому я не отговариваю никого от этого умного голосования, ну, и как бы и не призываю своих сторонников. В общем, я им предложу голосовать именно так, как им будет ближе, как им подскажет и совесть, или холодный разум, холодный расчет. Так что я просто опубликовал список тех, за кого мне не стыдно агитировать, скажем так. Есть мнение, что вот эти вот московские события показали, что страной управляет не Путин, доказали, что страной управляет не Путин, а силовики. И что режим трансформировался именно в эту сторону. Как вы считаете, правда это или нет? Или вот режим всегда был подобным, но мы не замечали? Скажем так, если раньше силовики были инструментом администрации президента, то в последнее время у меня сложилось ощущение, что силовики, по сути, стали такой неформальной политической силой со своим видением будущего страны. А уже администрация президента и ее чиновники стали инструментом вот в этой игре силовиков. Как будто бы поменялись местами и ролями. Конечно, да, сегодня их роль и участие в политике сильно выше, чем это было там даже несколько лет назад. А из личного опыта общения с ними у вас не сложилось впечатление, что вот и сотрудник... У меня просто не было опыта общения с ними. То есть вы не разговаривали с ними? Ну я разговаривал только с теми людьми, которые меня задерживали и куда-то возили. А с теми, кто там принимает решение, я незнакомник, когда не встречался и не общался. Нет, а вот просто разговоров по душам никаких не было. Может быть, вам кто-то из них говорил, что и его не все устраивает в сложившейся системе, что ему не нравится... Ну рядовые, рядовые сотрудники полиции, конечно, да. А вот если мы говорим силовики, как некий институт принятия решения, ну это там уровень руководства ФСБ, Следственного комитета, МВД, я не контактировал и не контактирую с ними. Никогда не встречался. Ну, как пересекался в Госдуме, когда они вот приходили в зал полинарного заседания, что-то там докладывали. Личного общения у меня не было никогда. Ни с одним из министров и руководителей силовых ведомств. Как вы думаете, кто все-таки стоял за этими задержаниями? Просто есть две точки зрения. Первое, что за задержаниями стояла мэрия Москвы, которая побоялась, боролась за сохранение своих позиций. А второе, что этот вопрос решался на уровне президента. Ну вот сейчас мы с вами подобрались к третьей точке зрения, что это была личная инициатива, что, возможно, это была личная инициатива силовиков. Ну, совершенно очевидно, что это решение принималось не на уровне Москвы, потому что, ну, Москва все-таки, начиная с 2013 года, сейчас выборов мэра, добилась каких-то более-менее, ну, я бы не сказал честных выборов, честных нет, но каких-то конкурентных, где более-менее нормально считались голоса, где нам удалось в 2017 году провести независимых муниципальных депутатов. Вот. И очевидно, что ситуация была под контролем, как минимум, руководителей силовых ведомств, уверенства с подачей, с разрешения главы государства. Как вы думаете, что будет после выборов? Что будет после выборов? Да. Будут ли какие-то изменения? В какую сторону? В лучшую? Я думаю, что все будет зависеть от того, как эти выборы, в кавычках, выборы пройдут. То есть, если власть потеряет голоса, если власть потеряет, существенно потеряет поддержку, то, значит, тактика такого силового грубого вмешательства будет признана неэффективной. Если все пройдет для них гладко, хотя гладко для них уже точно не пройдет, ну, с их точки зрения гладко, то, наверное, такое поведение будет, такая стратегия будет признана эффективной и будет дальше использоваться в других регионах. пока не рванет. А вы думаете, все-таки где-то рванет? А, ну, точно где-то рванет. Я думаю, что в Москве, в принципе, рвануло. Они не ожидали. Да что ж такое-то? Кто-то мне звонит параллельно, да. Я думаю, что, можно сказать, что в Москве рвануло. Может быть, не до конца, но Москва выступила против такого грубого ненавязывания, не знаю, какой-то северокорейской практики. Понятно. Спасибо большое. До свидания. Удачи вам. До свидания. До свидания. Спасибо.